Как видим, при напряжении в 12 вольт, вольтметр показывает очень точно. Когда зарядка у нас будет завершена, загорится зелёный или же синий светодиод. Всем привет, дорогие друзья! И получил я сегодня две очередных посылочки с Алиэкспресс. Обе посылочки шли нам по месяцу, так что должно быть что-то интересное. Первую посылочку будем скрывать, которая немного вот такая вот вздутая. То есть первая посылочка у нас более такая худая и чуть побольше, а вторая немного меньше и вот такая вот вздутая. Итак, берём наш ножичек и всё разрезаем. Итак, отрезали мы ему чуть-чуть внизу. Итак, достаем всё, что у нас находится внутри. А нам пришли вот такие вот замечательные маленькие вольтметры. Они у нас хорошо упакованы в таких антистатических пакетиках, так что качеством упаковки и товара я пока доволен. Итак, вскроем один из них и посмотрим, как он у нас выглядит вблизи. Достаем вольтметр из упаковки и вот такой вот у нас он манипусенький. Как мы видим, у нашего вольтметра имеются по бокам вот такие вот замечательные ушки, за которые мы можем легко вмонтировать этот вольтметр, например, в какой-нибудь лабораторный блок питания. У вольтметра имеется всего два провода, то есть плюс-минус. Мы просто навсего подаём сюда напряжение, а на индикаторе уже показывает, какое напряжение мы подали. Диапазон измерения данного вольтметра от 4,5 вольт до 30 вольт. Также данные вольтметры используются в автомобилях, чтобы следить за напряжением зарядки аккумулятора. Подсоединил я вольтметр к лабораторному блоку питания. Как мы видим, всё у нас загорелось и отлично работает. И теперь попробуем покрутить ручечку лабораторного блока. Как мы видим, напряжение у нас увеличивается и практически не отличается от лабораторного блока питания. Как видим, при напряжении в 12 вольт, вольтметр показывает очень точно. На обоих индикаторах 12 вольт. Подняли мы напряжение ещё выше, и как мы видим, показания вольтметра и вот этого вольтамперметра идентичны. Сейчас я установил напряжение в 3,5 вольта, и как мы видим, вольтметр у нас не работает. Попробуем понемногу добавлять напряжение. Как мы видим, напряжение у нас уже 4 вольта, вольтметр ещё не заводится. Вот я уже выставил 4,5 вольта, и как мы видим, вольтметр у нас спокойно завёлся при 4,5 вольта. Значит, производитель нам не наврал. Стоимость данного вольтметра составляет всего 84 цента. Это всего 22 гривны. Ссылка на такие вольтметры будет в описании к этому видео. Переходим теперь ко второй нашей посылочке и вскрываем её. Итак, разрезали, вскрываем, открываем и вытаскиваем всё, что у нас здесь находится. Итак, всё, у нас больше ничего здесь нету. А нам пришли вот такие вот замечательные контролёры заряда для литий-ионных аккумуляторов. С одной стороны у них имеется гнездо под microUSB. Как мы видим, пришло нам 10 вот таких контролёров заряда, которые соединены вместе. Если нам понадобится один из контролёров, мы просто как шоколадку вот так их обламываем. И у нас, как мы видим, освобождается один контролёр заряда. Как видим, у нашего контролёра заряда имеется вот такое вот гнездо microUSB, в которое мы вставляем зарядное устройство. А также можно припаять по проводку с каждой стороны для заряда, чтобы именовать это гнездо. К вот этим средним двум отверстиям мы подключаем наш аккумулятор. Как мы видим, у нас обозначается B+, и B-, то есть это у нас плюс, а это минус. И как мы видим, по бокам слева у нас находится выход. То есть к средним у нас подключается сам аккумулятор, а выход идёт с вот этих вот боковых. Данный контролёр заряда используется для зарядки литий-ионных аккумуляторов. Он имеет встроенную защиту от перезаряда. И так как у данных контролёров заряда имеется выход, то есть out, как мы видим, плюс и минус, то эти контролёры заряда можно использовать для самодельных пауэрбанков. Один из таких контролёров заряда мы использовали в уроке по созданию портативной колонки своими руками, а также в уроке по созданию самодельного пауэрбанка. А можно просто использовать такие контролёры заряда для зарядки вот таких литий-ионных аккумуляторов с ноутбука, так как напряжение данных аккумуляторов 3,7 вольта. Вот я подключил к контролёру заряда два аккумулятора литий-ионных от ноутбука. И посмотрим, как же будет происходить зарядка этих аккумуляторов. Вот у меня имеется зарядка microUSB и вставляем её в гнездо. И так вставили мы нашу зарядку. Как мы видим, у нас загорелся красный светодиод, что сигнализирует о том, что у нас пошла зарядка. Когда зарядка у нас будет завершена, загорится зелёный или же синий светодиод, в зависимости, какой у нас тут стоит. Вот подключим просто зарядку к нашему контролёру без батареи и посмотрим, какой светодиод у нас загорится. И так подсоединили мы нашу зарядку, и как мы видим, у нас загорелся синий светодиод. Именно этот светодиод загорится тогда, когда ваши аккумуляторы будут полностью заряжены. Так что, дорогие друзья, вот таких вот 10 контролёров заряда мне сегодня пришли, а стоимость одного такого контролёра всего 36 центов. Это если перевести в гривны, получится всего 10 гривен, даже меньше. С помощью данного контролёра заряда можно спокойно заряжать вот такие вот литий-ионные аккумуляторы от ноутбука. А также можно использовать такой контролёр заряда для сборки портативных колонок своими руками, чтобы заряжать аккумуляторы, или же, например, для самодельных пауэрбанков. И вот, дорогие друзья, вот такие товары мы с вами сегодня получили, а главное, нужные товары. Вот такие маленькие вольтметры, и вот такие контролёры заряда с защитой. Ссылки на эти товары вы найдёте в описании к этому видео. Итак, с вами был, как всегда, Влад и канал Влад Ютубер. И до новых видеоуроков и новых распаковок. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!